Доброе утро, дорогая церковь! Дорогие друзья, слушатели, приветствую вас именем нашего Спасителя, любящего Бога Иисуса Христа. Хотел сегодня вместе с вами поговорить о нашей жизни. Наша жизнь, когда мы приходим к Богу, она в руках Бога. Бог контролирует все ситуации в жизни, Бог допускает, дает нам право, разрешает. И мы часто можем выбирать то, что не насыщает, а то, что наоборот приводит к разочарованию, боли и определенным вещам, которые несут последствия в нашей жизни. И сегодняшнюю тему, наше размышление, я так и назвал, не проживи напрасно. Не жили напрасно в этой жизни. Дорогие, можно ли сегодня прожить напрасно в этой жизни? Да. Когда мы влаживаем свое здоровье, свои финансы, свое время, все свои ресурсы не туда, куда Бог бы хотел. То, что не насыщает, а то, что дает временное явление какого-то удовлетворения, но это не дает этот вечный покой, не дает это удовлетворение сердца. Что же сделать нам с вами для того, чтобы не прожить жизнь напрасно? Нам нужно Слово Божье, которое говорит нам конкретно, как нам жить. Которое говорит нам конкретно, как нам поступать. И Слово Божье, оно является источником жизни. Он говорит, познайте истину, истину сделает вас свободными от своих решений, от своих путей, от своих мыслей, которые так часто мешают жить. От своего поклонения, которое не угодно Богу. Бог, Он хочет, чтобы наше сердце, оно поклонялось Ему в духе истине. Чтобы мы были истинными поклонниками, поклоняющимися в духе истине нашему великому Богу, Господину жизни. Дорогие, что же сделать, чтобы не прожить напрасно? Давайте мы почитаем пророка Исаии. Здесь хороший текст, который дает нам право увидеть определенные шаги для того, чтобы получить удовольствие в Боге. Не быть депрессивными людьми, не иметь бернаут, не иметь просто разочарование в Боге, не иметь то, что отводит от Бога, а иметь эту радость, то, что наоборот приводит и дает мне эту жажду, которая так нужна мне. Давайте прочитаем 55 главу с первого стиха. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро? За то, что не хлеб. И трудовое свое, за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насытится туком. Преклоните ухо ваше и приходите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он благ. Написано в 6 стихе. Дорогие, интересный текст, интересные слова. Жаждущие. Что же нас делает с жаждущими людьми, которые хотят насыщаться Господом? Это его крест. Это его страдания. Это его прощение, которое он подарил нам. Его спасающая рука, которая спасла нас от греха, от погибели. Которая дает нам право сегодня быть живыми. И вот это понимание креста, оно дает нам силы, потому что мы знаем, что мы верим именно в того Христа, который спас мою грешную душу. Который заплатил великую цену. Поэтому и написано в Евангелии, что крест для нас спасаемых, это сила Божия. Мы с вами будем иметь эту силу Божию, если мы будем верить и надеяться на нашего великого Бога, понимая и оценивая, что он сделал. И при этом мы с вами имеем надежду, надежду быть победителями. Потому что надежда в его руках. И когда он оставляет нам свое слово, он говорит нам конкретно, что нам нужно делать. Знаете, я думаю почему? Потому что он любит нас. Потому что его слово это указатель к жизни здесь на земле. Это указатель к жизни вечной, где мы будем у ног нашего Спасителя. Интересно, жаждущие. Пусть Бог благословит, чтобы наше сердце было жаждущим. И оно всегда хотело быть послушным Богу. И вот здесь вот эти шаги, которые Бог нам сказал и предлагает нам делать. Он призывает нас к жизни в избытке. Он хочет, чтобы мы имели достаток в жизни. В духовном плане, в физическом плане. Смотрите, он говорит идите. То есть первый шаг идите. Дальше мы видим идите и покупайте. То есть приложите усилия. Приложите, покупайте. Потратьте все ресурсы для того, чтобы приобрести то, что Бог предлагает. И во втором стихе интересный вопрос. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое за то, что не начать? Зачем вам тратить жизнь напрасно? Не жили напрасно, говорит Бог. Дальше хороший момент. Еще один шаг. Послушайте меня внимательно. Вкушайте. Кушайте. Внимайте. Ложите во внутрь слово мое. И будет результат. Душа ваша будет насыщена туком. Дальше мы видим опять. Преклоните ухо ваше. И приходите ко мне. Послушайте. И жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный. Неизменные милости, обещанные Давиду. Бог обещал Давиду. Он обещает и нам. Нам не нужно останавливаться. Дальше в 6 стихе мы видим. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Дорогие. Всегда. Он желает того, чтобы мы призывали, искали Его лица, близких отношений с Ним. Народ Божий. Дорогая церковь. Брат и сестра. Может тебе тяжело. То ищи Бога. Пойди теми шагами и путями, которыми Бог предусмотрел для тебя. И тогда ты не проживешь напрасно. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы не прожили эту жизнь напрасно. Слава нашему Христу. Аминь.